Все, идет. Замечательно. Я хочу представить моих друзей. Это Игорь и Вадим. Они живут в Америке. Они волонтеры, они там помогают. У них есть там своя академия. Они помогают людям, которые находятся в изоляции в Америке. Они помогают в этих условиях по интернету, с ними работают. Вадим, хорошо было бы, два слова ты сказал. Но я хочу прежде сказать, я хочу сделать мост дружбы между странами. Это вот у меня есть такая ключевая идея, которую я развиваю для того, чтобы она была как национальная идея России, потому что Россия находится в культуральном смысле между ментальностями культуры Запада и Востока. И вектор внимания западного мышления ориентирован на материальные ценности, на первичность материальных ценностей. Ну говорят, например, если ты умный где твои деньги, ну к примеру, да. А вектор восточного мышления ориентирован на духовные ценности. Ну Востоку тысячи-тысячи лет, а Америки чуть меньше. И поэтому мышление, ориентированное на западные ценности, это в принципе, ну там можно сказать, динамика, прогресс, революция, а мышление, ориентированное на восточные ценности, это эволюция, природная целесообразность, сохранение жизни, бесценность, чувство живого, любовь, творчество. Но надо, чтобы они были сбалансированы, потому что сегодня даже матери не знают, на какие ценности ориентировать детей. Потому что хорошего человека, воспитывателя, рискованно, не выживет, а против такого циничного бизнесмена протестует родительский инстинкт. Ну, короче говоря, хочу создать такой мост дружбы в интернете, который бы решал глобальные проблемы человека и человечества. И как раз таки ваше, ваше вот сейчас сообращение ко мне, давайте мы до Америки проведем бесплатный такой вес, для всех в изоляции. Мне это очень радует, потому что мы же потом выставим это у нас в России. Это как раз будут зачатки того моста дружбы. Дружбы и в конечном счете очень важно, чтобы у нас понимали, что надо искать прежде всего врага в себе и добро в себе, а не со стороны где-то. Это очень сильно развивается, какие-то недостатки у нас, мы все сваливаем на Америку, что они нам вредят, а они, наверное, у вас, наверное, наши какие-то проблемы, да, с этой стороны высвечивают. Ну вот давай вот этот вот как раз таки пусть все посмотрят, что как раз таки мы этим занимаемся, дружбой народов, потому что люди везде, хоть в Америке, хоть в Индии, хоть в Китае, везде, они одинаковые. Они страдают и переживают и любят и создают и творят, да, и мне кажется, что в принципе основная концепция, что человек это творец по природе, и только ему мешает стресс, который создает изоляцию и внутри мышления, и физическую изоляцию в результате создает. Стресс, а мы как раз все вместе занимаемся тем, чтобы научить простыми техниками справляться со стрессом в условиях этой изоляции, да, и выходить опять на самоидентификацию, то есть на то чувство творчества в себе, творца в себе и раскрывать свои скрытые спящие способности, чтобы из этого изолированного состояния выходить с достоинством, оставаясь человеком. Это нужно и на Западе, и на Востоке, и в Америке, и в России, и в Индии, и в Китае, и везде. Так что мы будем давать простые техники. Я правильно говорю, да? Абсолютно, абсолютно правильно. Я еще, может быть, еще один аспект добавлю к тому, что вы сказали, и бояться одинаково и люди и в Америке, и в России, особенно сейчас в данной ситуации, когда мы действительно не до конца понимаем и знаем и не можем прогнозировать, что будет завтра. Поэтому действительно мы в этом отношении похожие, те же эмоции, те же мысли, те же беспокойства и о будущем, и о родных. Поэтому вот эта идея наведения мостов, о которых вы сказали, пришла, в общем-то, экспромтом, и мы решили обратиться к корифеям, поэтому кому, как не к вам, действительно, чтобы дать людям очень простой инструментарий, что каждый может сделать для себя, чтобы, ну, в первую очередь, успокоиться, чтобы более спокойно и объективно посмотреть на ситуацию, тогда и легче находятся ответы, и легче решения какие-то приходят. Ну, не говоря уже о том, что действительно находясь постоянно в таком постоянном стрессе, в напряжении, это очень мощный удар по иммунной системе, и это как раз не то, что нам всем нужно сейчас, нам как раз нужно быть сейчас в лучшем своем состоянии и физическом, и эмоциональном, и, я думаю, вот тот вебинар, который мы планируем, для очень многих людей даст и ответы, и, самое главное, реальный инструмент для того, чтобы помочь самому себе, помочь близким успокоиться, почувствовать себя лучше, и, ну, укрепить свое здоровье и иммунную систему. Да, это здорово. В каком городе вы находитесь? Мы в Чикаго, мы представляем Academy NLP, это образовательная программа, образовательная организация, учреждения, которая занимается обучением, взрослым обучением, и мы ведем программы по релаксации, по эриксоновскому гипнозу, по NLP, то есть помогаем людям действительно находить ответы, которые у них встают и в жизни, и в бизнесе, и в общении с другими людьми, в том числе для русскоязычных выходцев из бывшего Советского Союза, поэтому у нас на семинары приходят люди с разных бывших республик, но вот то, что нас объединяет, это в том числе язык, русский язык, поэтому мы в городе Москве, и в данном случае представляю школу «Человек будущего», «Хомофутурус», и вообще считаю, что наша школа «Человек будущего», «Окно будущего», и наше будущее внутри нас, и наша задача открывать себя. Замечательно, спасибо. Игорь, тебе тоже спасибо, что ты познакомил меня с таким прекрасным человеком, и мы поэтому с радостью будем ждать, когда же мы проведем этот бесплатный наш реквест для всех на изоляции, чтобы они не только повысили свою творческую способность, разбудили творческие качества, спящие какие-то у кого-то, открыли свои новые возможности, но и иммунную систему еще, самое главное вот это сегодня, тогда они будут защищены, да, так что обнимаю вас, друзья, до встречи. И вам спасибо, я очень рад, что мы можем где-то сделать, и мы это дело проведем, как мы сейчас разговариваем в ближайшие выходные. Так что вам всем здоровья, счастливо, и до встречи, до встречи, всего доброго. до встречи, 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 до встречи,